всем привет столько событий у нас произошло за этот промежуток времени я не могла записывать видео точнее не то что не могла у меня не было совсем времени поэтому вкратце расскажу что у нас произошло первое это самое главное важное событие такое которое мы очень ждали это нас пригласили на собеседование в сша посольство сша в киеве пройти собеседование по программе воссоединение семьи в общем как потом оказалось в общем радость наша была недолгая потому что связи с коронавирусом как все уже знаете очень которую по всему миру разошлась это зараза посольство закрылась как и многие страны все свои границы по закрывали и поэтому нам когда мы уже ехали по пути мы выехали специально заранее потому что мы знали что закрывается украинская граница мы выехали заранее чтобы там переждать этот это время и уже пойти на собеседование которое проходило в киеве ну не успели мы доехать до границы буквально наверно 100 километров как нам позвонили с посольства и сказали что наше собеседование переносится на неопределенный срок ну естественно понятно по понятным причинам в общем мы назад развернулись немножко расстроились но мы понимаем что это временно ну как бы суть все равно уже классно нас вызывают то есть собеседование будет она перенесется пусть и на какое-то время но классно что вот такая новость что все-таки мы ближе на один шаг к сша мы мечтали с мужем об этом уже очень давно еще наверно когда только после свадьбы мы поженились и жили вдвоем мы об этом мечтали заполняли green карты много лет ну и вот свершилось такой вот шло два года после того как мы заполнили анкету и нас вызвали на собеседование ну как бы мы в ожидании дальше к нам приехала мама из донецкой области тому же мама моя свекровь живет сейчас нами живет уже третью неделю в связи с тем что все-таки границу закрыли и теперь мы не то что как бы в принципе вывести ее можно но пока мы не сможем понять как это сделать поэтому решили что лучше переждет она весь этот карантин у нас а потом мы уже можем отпустить то есть для нас это тоже плюс бабушка побудет с нами с детками потому что последний раз она была когда ленка только родилась то есть это почти два года назад вот поэтому встречи наши редкие и недолгие а в этот раз вот такое событие не очень приятная связи с карантином во всем мире ну пусть хоть так но бабушка будет с нами с внуками побудет с нами это время папа там остался один он ездит к бабушке это бабушке уже 90 почти 93 года он ей помогает это мамина нашей мамы мама ну в общем справляются как-то скучают конечно ну ну так это так произошло вот такая ситуация как бы вот в общем что у нас в беларуси происходит с этим коронавирусом ситуация просто ужаснейшая мы живем вообще в городе барановичи это брестская область 150 где-то километров от минска от столицы сначала скажу вам что весь мир вокруг нас закрылся вокруг беларуси все все страны закрылись на карантин все закрыли свои границы кроме беларусь беларусь у нас открытая страна для всех и для си для всего вот поэтому что в столице люди делают так люди более-менее уже как-то начали самоорганизоваться закрываются на карантин самостоятельно не ходят школы не ходят садики то есть прибегают каким-то средством избегают массовое скопление людей то есть они сами как-то следят более отслеживать то есть баранычей такой ситуации нет баранычах такое чувство что только одни мы не скажу что паникуем и кипишу и мы от отнеслись просто к этой проблеме серьезно к этой ситуации потому что глядя на весь мир и украина и весь мир россия все вокруг все страны европейские которые реально у которых есть более с медициной проблем нет точнее и более развито это все это они эти страны они закрылись и очень прибегают к таким высоким мерам чтобы ну как-то как-то избегать массовое скопление закрывают магазины торговые центры все закрывают чтобы как-то оградить людей с передвижение чтобы этот вирус не распространялся то есть беларуси такого нету официально границы все открыты официально все работает закрыли только не будет проводиться какой-то большие какие-то массовые мероприятия а так все работают все торговые центры все рынки скопление людей везде огромнейшие и как всегда здесь все от всех скрывает ну это 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 проблема всегда была еще со времен советского союза когда все это было все от людей скрывают дабы не было паники я так понимаю паника конечно в этой ситуации тоже не нужна и будет не полезно но информировать людей об элементарном я считаю что нужно поэтому я возмущена вот этой ситуации потому что ну даже не говорят людям что делать как обезопасить себя да навезли марлевых повязок тоже их раскупают санитайзеров нету то есть частично точнее не есть в некоторых аптеках тоже их раскупают ну в общем мы нашли рецепт кстати если вдруг будет интересно пишите рецепт как самим сделать такой гелевый антисептик для рук тоже там несложно сделать если вдруг в аптеках уже его нету антисептиков то как бы у нас есть как бы как его можно из трех компонентов сделать ну если получится запишу об этом видео сделаю на видео запишу как это делается в общем и ситуация такая что магазины да они у нас по крайней мере в городе баранович и они забиты в принципе всего хватает но мы с мужем решили что мы будем следить за всем миром следить как наши соседние страны готовятся к пику потому что пик обещают на апрель апрель еще у нас только сегодня какое 21 марта поэтому до апреля еще очень много времени и пик заболеваемости будет еще очень очень большой и смертности поэтому мы ожидаем и мы с мужем пока не было еще такого кипиша всего заранее мы подготовились мы купили гречку купили рис купили туалетную бумагу да как весь мир делает исходит с ума но мы это сделали не для того еще раз повторюсь мы не только гречку купили мы купили много круп мы купили макароны мы купили сахар соль чай все необходимое то что ну как бы не портится но прошу заметить и обратить внимание что это делается не для того чтобы от страха того что не будет еды никакой в магазинах и все мы умрем от голода нет это делать для того чтобы когда начнется самый пик и и когда лучше просидеть это дома то то есть мы будем просто сидеть дома не выходя на улицу в магазины и везде в аптеке мы не будем ходить там где массово может быть скопление людей мы отсидимся дома в самый пик и у нас будут запасы которые которых нам хватит переждать вот этот момент не из-за того что мы боимся что мы умрем с голоду просто чтобы самые страшные моменты мы смогли не выходить из дома вот поэтому не осаждайте людей которые закупаются не смотрите на них косо не ругайтесь там не проклинайте их потому что это мудро это правильно это запастись для того чтобы просто в самый страшный момент не выходить дом из дома не подвергать не себя и не других людей опасности вот в общем ситуация сложная как бы становится немножко страшновато но мы не паникуем мы просто стараемся поменьше выходить мы в школу уже не ходим две недели вчера классный руководитель нам прислала образец заявление которое мы можем на имя директора написать все на основании закона образец этот могу отправить пишите тоже в комментариях кстати в инстаграме тоже более активно я веду свою страничку можете туда писать в директ так дальше вот в понедельник мы уже понесем это заявление хотя мы уже две недели не ходим и опять же в этом город этот город маленький и как бы на нас тоже косо смотрят хотя я повторюсь в минске уже больших городах областных уже движение более адекватно уже люди сами организовываются многие по возможности уже не ходят школу тоже добровольно то есть устраивает карантин потому что президент объявил что карантина не будет мы еще конечно подождем но я думаю что все таки дальнейшем наверное все таки сдастся и наш президент но пока он объявил что карантина у нас не будет хотите он как бы разрешил и не ходить по возможности только нужно писать заявление на имя директора не знаю как обстоят дела с со студентами там как моя знакомая которого также поддерживает нас в этой ситуации что нужно все уйти на карантин и отсидеться она говорит что ситуация с со студентами намного сложнее потому что там их могут просто исключить из института выговоры какие-то там не знаю что там еще может быть в общем люди здесь также двигаются все улыбаются на нас смотрят как бы чуть ли не крутит пальцем но мы самоизолировались мы гуляем мы гуляем мы играем это время классно проводить время с семьей то есть как бы для нас сильно ничего не поменялось единственно что только дети наши никуда не ходят ни на гимнастику мы не ходим в школу садике мы не ходим по магазинам магазин мог кто-то ходит из нас один потом после каждого посещения магазина мы используем антисептик для рук который я еще успела купить они тогда еще были то есть постоянно дезинфекция с кем будем мы не пообщались если мы кого-то встречаем брались за ручки за двери всегда мы обрабатываем ручки приходим моем очень часто моем моем руки с мылом очень тщательно кстати очень много видео теперь есть как правильно мыть руки то есть вы не просто помыть определенные движения которые правильно смотрят все все вирусы вот и да хочу еще одно сказать такой момент что не так страшно конечно для нашего возраста этот вирус для наших детей это все можно нам в нашем случае переносить все это легко но мы должны позаботиться о наших близких то есть у нас сейчас мама она в зоне риска поэтому ее возраст такой что как бы она может даже умереть от этого коронавируса поэтому мы заботимся также не также заботитесь своих бабушках дедушка которые уже более в таком возрасте которые находятся в зоне риска которым опасно выходить на улицу позаботьтесь может что-то им купить принести чтобы они лишний раз не выходили на улицу у нас пока все двигаются бабушки все улыбаются многие говорят что наша местная газета проводила опрос многие рассказывают что они не знают как проводится мероприятие как государство их защищает они вообще находятся в таком положении что они ничего не знают что на самом деле происходит как это все происходит ну кто пользуется интернетом более-менее в курсе кто-то все равно в это все не верит хотя я же говорю как бы ну можно было понять уже весь мир на карантине значит уже говорит о том что все намного серьезнее чем кажется поэтому давайте будем беречь себя будем беречь друг друга заботиться о ближних наших бабушках и дедушках особенно не впадаем в панику запасаемся продуктами для того чтобы не выходить лишний раз в магазин большое скопление людей вот и все не для того чтобы бояться умереть с голоду вот люблю вас всех будьте здоровы я на связи не так часто как хотелось бы но буду стараться выходить может как-нибудь засниму что у нас в баранычах городе происходит с магазинами все снимают пустые полки у нас пока все хорошо и президент обещает бесперебойная доставка продуктов по магазинам так что мы не боимся и мы не переживаем мы просто не хотим лишний раз ходить ходить туда где много очень людей продавцы кашляют все без масках в аптеках тоже фармацевты сидят без масок общаются с людьми в общем бардак бардак конечно и ну будем надеяться что все будет хорошо главное на позитиве занимайтесь дома с детьми развлекайтесь смотрите фильмы которые всегда хотели посмотреть в общем очень много дел можно сделать поменять в доме какие-нибудь не знаю что поменять веща вещи местами сделать перестановку почистить шкаф общем дел очень много можно всяких сделать поэтому не грустим настраиваемся на позитив и заботимся обо всех близких ваших и о себе все всем пока